Программа де-факто на телеканале Беларусь 4 в студии Александр Гамоля. Здравствуйте! Что не в рамках закона и полезна ли экономике политика противостояния? Какой посыл сегодня важен для молодежи и как реагировать, если в мессенджерах поступают угрозы? Разговор с начальником отдела по надзору за исполнением законодательства прокуратуры Гомельской области Александром Змушко. А также негосударственная символика. Факты из истории бело-красно-белого флага. Не переключайтесь! Начнем, как обычно, с того, что произошло в Гомельской области за неделю. Вели охоту за сортовой кукурузой. В Житковическом районе милиционеры задержали двух мужчин из деревни Ольшаны Брестской области. Они приехали в Беларусь на автомобиле ВАЗ, чтобы тайно собрать урожай. Но кражу заприметил хозяин поля и набрал 102. В сетках у криминального тандема оказалось 440 килограммов початков сортовой кукурузы. Гастролеры задержаны. Автомашина поставлена на охраняемую стоянку. В Гомеле пожарный извещатель спас жизни двух человек. Возгорание произошло в квартире жилого дома на улице Привокзальной. Хозяйка услышала звук пожарного извещателя, разбудила сына, вместе с ним покинула задымленную комнату и вышла на улицу. Прибывшие на место ЧП пожарные ликвидировали возгорание, а сына женщины госпитализировали медики. А под Мозелем ранее судимый человек оказал оперативникам вооруженное сопротивление. Мужчина подозревался в хранении боеприпаса с тротилом, но на самом деле держал заряд в чужом сарае. Навстречу к правоохранителям подозреваемый вышел с ружьем. Нарушитель выстрелил в сторону оперативников и попытался скрыться. Оружие он выбросил по дороге, но вскоре был задержан. Возбуждено уголовное дело. Под Гомелем водитель микроавтобуса марки Volkswagen попал в ДТП. 26-летний водитель двигался по автодороге Гомель-Лопатина-Остров. На 10-м километре трассы из-за неправильно выбранной скорости мужчина не справился с управлением. Выехал за пределы проезжей части в Кювет, где его автомобиль опрокинулся. Водителя госпитализировали. Поспешил и угодил под колеса. В Мозере в результате ДТП пострадал подросток. 18-летний водитель мопеда Хорс Альфа двигался по бульвару юности. Со стороны улицы Гагарина в направлении Притыцкого он наехал на 15-летнего велосипедиста. Тот внезапно выехал на нерегулируемый пешеходный переход, в результате чего получил травмы и был госпитализирован. В жлобине сотрудники ГАИ задержали нетрезвого мужчину, который врезался в столб на угнанном автомобиле. Перед ДТП правонарушитель похитил авто в Бобруйске. Владельцу он угрожал осколком стекла от разбитой бутылки. Завладев машиной, мужчина скрылся. 76-летний хозяин автомобиля «Жигули» сообщил об этом в милицию, после чего правоохранители ввели план перехват. Дальше жлобину гонщик не уехал. Возбуждено уголовное дело. В Речицком районе в результате двойного ДТП пострадал пассажир. 49-летний водитель микроавтобуса «Фольксваген Мультивэн» двигался со стороны Речицы по автодороге М10. На 86-м километре машина сбила лося. Гомельчанин выставил знак аварийной остановки, включил аварийную сигнализацию и вызвал сотрудников ГАИ. Но через час в его микроавтобус въехал нетрезвый водитель на автомобиле «Жигули». Пострадал 34-летний пассажир легковушки. Он был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело за вовлечение в занятия проституцией. Подозреваемый 39-летний гомельчанин, пострадавшие две девушки, 24 и 25 лет. Сутенер познакомился с потерпевшими в прошлом году. Снимал для них квартиру в Гомеле, делал дорогие подарки и водил в ночные клубы. А затем отправил на работу в Китай. В Поднебесной Белорусске пробыли с мая 2019 по февраль 2020 года. Все это время подозреваемый получал процент за их работу. За гонорар гомельчанин купил дорогую технику, одежду, квартиру и автомобиль. Когда девушки вернулись, он отправил их на заработки в Минск, где еженедельно арендовал для них съемное жилье. Секс-рабыни работали через интернет под вымышленными данными и с телефонными номерами, оформленными на подставных лиц. Оперативники их задержали в национальном аэропорту Минск. Девушек сняли с рейса «Минск-Стамбул». В тот же день задержали и мужчину. В областном центре женщина упала в трехметровую яму. Спасатели пришли на помощь. ЧП произошло в одном из дворов Гомеля по улице Мазурова. Пострадавшая 1971 года рождения выгуливала собаку и провалилась в яму диаметром полтора метра и глубиной три. Самостоятельно выбраться не смогла. Работники МЧС оказали ей помощь. В госпитализации женщина не нуждалась. Хотел драйва и адреналина, а получил уголовное дело. В Гомеле молодой человек прыгал по крышам машин. Правоохранителям поступило два сообщения по данному факту. В первый раз звонила гомельчанка. Она рассказала, что неизвестный повредил капот и крышу ее авто. Через какое-то время в милицию обратилась и хозяйка машины Volkswagen Golf. Она сообщила о повреждении крыши и лобового стекла. Оперативники установили личность хулигана. Им оказался ранее судимый 18-летний парень. У его друга нашлось и видео прыжков. Нарушитель пояснил, что хотел драйва и адреналина, а также покрасоваться перед девушкой. Не понравилась громкость музыки. Так объяснили два хулигана из Гомеля совершенную ими кражу аудиоколонки, которую они вырвали из автомата по продаже газированной воды. Оперативники быстро установили личность молодых людей. Ими оказались неработающие гомельчане 18 и 17 лет. Похищенные парни вернули. Правоохранителям объяснили, что недовольство вызвала громкая музыка, которая играла в автомате. Видно, зацепила она их не по-детски. Пока один стоял на страже, второй осмотрелся и после нескольких попыток выломал защитную решетку автомата и забрал колонку. Теперь обоим предстоит ответить по закону. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Несанкционированные акции протеста. С момента выхода людей на улице скоро будет месяц. И если в регионах ощущается, что волнения по будням менее активны, то столица еще протестует. Начало учебного года. Студенты выражают несогласие. Доллар растет. Рабочие предприятия подписываются в петициях. Правда, далеко не все. Недавно появилась информация, что на Мозорском НПЗ более 1100 человек выразили свое несогласие. Но с тачку люди начинать не хотят. Понимают, что экономически это невыгодно предприятию, а значит и всему коллективу. На Гомсельмаши подогреть внутренние протесты пытались извне, приходя к проходной и призывая рабочих выйти. Но такие действия тоже не вызвали отклика у большинства. О том, полезна ли экономике позиция противостояния и всегда ли цель оправдывает средства, в нашем следующем сюжете. Все призывы к забастовкам, как на Гомсельмаши, так и на других предприятиях Беларуси, были по одним и тем же схемам. Найти лидеров, собрать коллектив единомышленников, вооружиться красными и белыми шарами, предъявить свои требования, вызвать руководителя на ковер и не побояться выйти на улицу. И все это не просто так. Обещалась финансовая поддержка. Мы хотим перемен. Каких? Вернуть к институции 2004 года. В первую очередь мы пришли поддержать бастующих этого завода, если они, конечно, есть. Они есть, вы видели? Есть люди, которые проходят мимо, берут листовки. Есть те, кто пишет в телеграм-каналах, что они хотят бастовать, но на них давит начальство. Я тоже пришла сюда поддержать работающих, которые хотят выходить и бастовать, но их не выпускает начальство, они давят на них всячески. Каждый человек в сущности по-разному представляет себе свободу. И, конечно же, те, кто мыслит, как и протестующие в коллективе есть. Но это небольшая часть. На митинги, да, приходят, агитируют. Ну, и агитируют остановить завод. Но мы против остановки завода. Митинги мирные, пожалуйста, я считаю, можно и проводить все спокойно, добиваться своих требований. Но останавливать не нужно. Сейчас у нас есть работа, мы работаем. Кормим семьи, как говорится. Работа есть, все есть. Почему не работать? Зачем останавливать? У завода есть свои обязательства в поставке продукции. Также их нельзя срывать. Это потеря денег. А сейчас и так тяжелое время финансовое. Нельзя останавливать производство. Тем более в данной ситуации. Вот, как сказал мой коллега, у нас сейчас появилась работа, да, у нас заказы есть. Когда можно, вот у меня семья, трое детей. Мне нужно обеспечить их как-то. Устав от давления около предприятия, работники сами вышли, чтобы сказать свое слово. И оно не было созвучно уличным призывом. Мы вышли сюда высказать свою гражданскую позицию. Хочется, чтобы наша Беларусь была мирная, чтобы наши дети не боялись и жили на этой земле счастливо. Те, кто призывают к подобного рода действиям, они не отдают отчет вообще ни себе, ни своим действиям, ни последствиям этих призывов. И наше предприятие, наш коллектив нужно дать должное. Я со всей ответственностью заявляю, что превалирующее большинство, абсолютно большинство работников холдинга «Гомсельмаш» не поддерживают эти требования. По итогу рабочие «Гомсельмаши» сами отстояли свое право на бесперебойную работу предприятия, сохранили его авторитет в глазах партнеров и обеспечили себе на будущее доход. А учитывая сегодняшнюю загрузку, план выпуска на ближайший месяц составляет 200 машин. Зарплата «Гомсельмашевцев» будет, а значит будут и новые заказы. Совсем другое дело, что кому-то до этого нет никакого дела. Вначале реализация целей, подогретых эмоциями, и только потом планы по построению светлого будущего. Но развитие возможно только в прогнозируемой обстановке. Любые потрясения – это всегда удар по экономике. Быть большим финансовым специалистом не нужно, достаточно посмотреть на курсы валюты в обменниках. Тем, кто еще уверен, что экономика и политика – понятия разделимые – хороший аргумент. Я здесь против насилия, которое было совершено силовиками в Беларуси. Я за честные выборы, я за то, чтобы нам не перестали врать, глядя во глаза. Выступления людей бояться не нужно, потому что это наши граждане, часть общества, и они имеют право быть услышанными. Но услышанными надо быть, я еще раз говорю, в рамках законодательства, а не бессанкционированно, стихийно все это проводить. В Гомеле митинги за и против власти проходили даже на одной площадке. И в большей массе белорусы, которые выходили на эти акции, хотят стране мира и процветания. Но согласитесь, хотеть мало, нужно знать, как это сделать. Выработать программу и сообщить о ней другим. Почему вы здесь, сейчас? Я вижу и знаю, сколько сделал наш действующий президент Лукашенко для своей страны. За 26 лет построено много стадионов, много школ, много больниц. Медицина стала передовой. Я работаю в школе. Мы с учителями, практически все учителя, может за исключением нескольких процентов за своего президента, за действующего президента. Мне очень неприятно, что многие деятели культуры, допустим, актеры Купаловского театра, вышли против, забастовали. Я сказала бы так, идите прочь. На ваше место придут молодые, новые студенты, талантливые. Они будут играть в новом, красивом здании Купаловского театра на белорусском языке. Им никто никогда не мешал. А купаловцы пускай уходят, если они не согласны с чем-то. А вот и такой факт. Многие молодые люди, которые даже не голосовали в силу своего несовершеннолетия, тоже вышли на улицы. Социальные сети и мессенджеры сделали свое дело. Ощущение, что некоторые девушки и парни призывы восприняли как квест. В жлобине после выборов подростки испытывали сильные эмоции, кидая в служебные автомобили палки, тротуарную плитку и арматуру. Кому там камень нужен, пацаны? Руслану камень здоровый дал. Что еще кроме камней выкидали у сотрудников с милицией? Палки там летели. Еще что? Получается, ну, всякие бутылки, вот это вот все. Ну, булыжники, карпичи. Я очень сильно приношу извинения за то, что я делал. Я был не прав. Насилию подвергались и правоохранители, и случайные люди. В целом же, эта вещь недопустимая. За это держал слово министр МВД. Вы ведь не будете отрицать, что все-таки иногда, иногда, ну, что сила могла быть применена не по адресу, да? К сожалению. К сожалению, да. То есть вы подтверждаете, что это к сожалению. При любой массовой такой вот схватке, при пресечении групповых или массовых нарушений общественного порядка, которая, как я уже говорил выше, получается так, что воздействует на тех, кто, ну, специально на это шел. И на тех, как я говорил, кто оказался рядом, не ушел вовремя и не сумел, как говорится, вовремя отскочить. Вот за этих людей, тех, кому досталось, за вот это вот, ну, как сейчас говорят, насилие, я как командир, как единоначальник хочу взять эту ответственность на себя, должен взять на себя и извиниться чисто по-человечески перед этими людьми. Об уроне, который причинен экономике, стачками и волнениями еще много скажут после. Сегодня главная задача выйти с молодежью на диалог. Объяснить, привести в пример факты, найти общие точки соприкосновения. Изменять своим взглядом не нужно, но важно их подвергать критики и анализировать события, чтобы потом не гордо восстать на руины своей страны, а мирным путем сохранить достижения для будущих поколений. О законности и незаконности массовых мероприятий, реакции на угрозы в мессенджерах и родительской ответственности прямо сейчас в студии программы «Де-факто» поговорим с начальником отдела по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов прокуратуры Гомельской области Александром Змушко. Александр Петрович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Для начала давайте посмотрим фрагмент, который попал в объективы нашей съемочной группы, когда мы были на одном из митингов в областном центре. Я Беларусь! Я Беларусь! Я Беларусь! Мы один народ! Мы один народ! Мы один народ! Мы один народ! Требуем разойти, повторяю, уважаемые граждане, своими действиями, не нарушаясь действиями в законной республике Беларусь, не нарушаясь. Вот, как видите, информационная группа сообщала, что эти собрания не санкционированы, а то есть в исполнительных органах власти никто разрешения на проведение подобных шествий не получал. Как сегодня закон Республики Беларусь трактует свободу на собрании и проведение протестных акций? Я хочу начать с того, что то, что говорит сотрудник милиции в данном сюжете, оно абсолютно правильно, оно абсолютно соответствует требованиям, которые в настоящее время законодательство предъявляет к массовым мероприятиям. Законодательство о массовых мероприятиях, о свободе о массовых мероприятиях, оно у нас и право на их проведение. Если эти массовые мероприятия не нарушают права других граждан или общественный порядок, оно гарантируется государству. Эти положения закреплены в Конституции Республики Беларусь и в законе о массовых мероприятиях. Я хочу сразу сказать, что закон о массовых мероприятиях, он устанавливает ряд ограничений и запретов на организацию и на сам непосредственный порядок проведения. В частности, вот до получения этого разрешения организатор массового мероприятия не имеет права каким-то образом призывать людей прийти на это мероприятие. То есть то, что мы видим в последнее время, это телеграм-канал, вайбере, посредством интернет-ресурсов. Только получив разрешение, он может, скажем так, указывать в средствах массовой информации, посредством интернет-каналов о том, что от такого-то числа, ну, с такой-то целью будет проводиться массовое мероприятие. Любое массовое мероприятие может проводиться с 8 часов до 22. Есть определенные ограничения по месту проведения этих мероприятий. Так, например, указанные мероприятия не могут проводиться на расстоянии менее 50 метров от зданий органов государственного управления, зданий судов, зданий прокуратуры, зданий, в которых находятся организации, которые обеспечивают жизнедеятельность. К их числу относятся в том числе школы и дошкольные учреждения. Не менее 100 метров от учреждения здравоохранения. Интересно будет то, что не менее 200 метров от зданий, где находятся организации, на которых возложена функция редакции средств массовой информации. То есть от нас с вами в настоящий момент. В ходе проведения массовых мероприятий запрещается препятствовать движению пешеходов либо транспорта, создавать помехи для бесперебойного функционирования организации, в какой-либо форме воздействовать на сотрудников правоохранительной системы в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка. Естественно, находиться в состоянии алкогольного опьянения и иметь при себе предметы, которые запрещены. И ряд других ограничений. Собственно говоря, вот если эти условия соблюдены, то массовое мероприятие является санкционированным, то есть законами разрешенным. Как могут быть расценены действия протестующих, которые, ну вот скажем так, организаторы которых не получили разрешение в органах исполнительной власти? В любом случае, если разрешение такое не получено, это считается проведением мероприятия с нарушением установленного порядка. Что мы видим вот в нашей двухнедельной, трехнедельной повседневной дальности? Оно влечет за собой административную ответственность на участников до 30 базовых величин или административный арест. И, соответственно, на организаторов может быть наложено административное взыскание также в виде ареста и наказание до 40 базовых величин. В случае же, если в ходе указанных массовых мероприятий лицам причиняется телесное повреждение, либо эти действия сопровождаются повреждением имущества, наступает уголовная ответственность. Я хочу сказать, что в любом кодексе, в кодексе любой страны существуют так называемые мертвые статьи. То есть это статьи, которые практически не применяются или применяются крайне редко. Явно они есть у нас. Во всяком случае, я как практикующий юрист знал о их существовании, знал, что там прописано, но, по сути дела, сталкиваться не приходилось. К сожалению, пришло время, что эти статьи задействованы. Поэтому, если агрессивное поведение группы людей в ходе этих массовых мероприятий, оно перерастает в открытое уже противостояние с правоохранителями, сопровождается погромами, поджогами, то эти действия могут квалифицироваться как массовые беспорядки. И, соответственно, санкция статьи предусматривает уже наказание до 8 лет лишения свободы. Абсолютно разные люди сегодня выходят как на акции протеста, так и на митинги за страну в поддержку действующей власти. Люди разной возрастной категории выражают свою позицию. Например, в акциях несогласных много молодежи, часть из которой нет и 18. Давайте посмотрим на то, кто берется возглавлять протестное шествие в Гомеле. Информация предоставлена компетентными органами. Говорят, толпа безлика. Но если изучить биографию тех, кто порой возглавляет шествие активных людей, может открыться полезная для размышлений информация. Знакомьтесь, фронтмен протестующих. На одном из маршей в Гомеле человек шел с бело-красно-белым флагом, размахивая им из стороны в сторону. Дмитрий Горелько, 1982 года рождения, официально безработный, неофициально дальнобойщик, работающий на польскую транспортную компанию. Почти 60 раз привлекался к ответственности за различные виды правонарушений. 22 мая 2015 года совершил кражу из продовольственного магазина. Из ячейки камеры хранения похитил фотоаппарат, телефон и продукты питания. На акцию протеста пришел с признаками алкогольного опьянения. А это еще один участник акции, идущий в первых рядах. Артем Слесаренко, 1995 года рождения. Гомельчанин. Не работает и не учится. В 2013 из хулиганских побуждений повредил автомобиль на проспекте Ленина. В 2014 по предварительному сговору похитил из квартиры на улице Чечерской фотоаппарат, ноутбук и другое имущество. Среди протестующих можно увидеть и жителя города Добруша со своим обширным списком правонарушений. Дмитрий Корнеев. Не работает, не учится. В 2010 году проник в дом деревни Борщевка и похитил оттуда продукты питания. В 2013 неправомерно завладел чужой банковской картой, с которой снял крупную сумму денег – два года лишения свободы. После этого в деревне Залипье Добрушского района похитил 700 тысяч нединаминированных белорусских рублей. В 2016 и 2017 годах копилка его правонарушений пополнилась кражей велосипеда, хищением планшета из автомобиля, кражей автомагнитолы и кошелька владельца транспортного средства. В совокупности сроки наказаний, назначенные в ходе судебных процессов, составили 6 лет и 5 месяцев лишения свободы. Ну вот такая картина. Конечно же, список можно было бы продолжать. Там были еще определенные личности. Конечно же, это абсолютно не значит, что люди с криминальным прошлым не могут выражать свою гражданскую позицию. Да, они имеют возможность присоединиться к альтернативной точке зрения. Но все-таки сведения о их биографии, мне кажется, это факт, который о чем-то, но говорит. Что вы думаете на этот счет? Вы знаете, я думаю, что не только я, вы и многие другие слышали расхожую фразу, которую приписывает устам Отто фон Бисмарка. О том, что революции готовят гении, делают их романтики, а пользуются результатами отъявленной проходимости. Мне сложно сказать о том, и убежденно сказать, является то, что вот мы видим за нашими окнами революции, но определенно какие-то признаки революционности в этом есть. Так вот, если мы с вами попробуем применить выражение Бисмарка к нашей этой ситуации, я вижу ряд несустыковок. Первое заключается в том, что я абсолютно сомневаюсь в гениальности тех, кто наши эти события, кто задумал их, кто их готовил. Что касается второго, то у нас почему-то отъявленные проходимцы, которые должны были дожидаться результатов и пользоваться плодами революции, они вот, ну, наверное, не дождались. Они решили переместиться и непосредственно в действии поучаствовать. И, к сожалению, вот что мы здесь видим, что порою романтики идут за проходимцами, а не наоборот. Любая общественная массовая акция всегда служит инструментом для выражения каких-либо позиций, идей или убеждений. В случае с протестным движением, конечно, есть люди, которые выходят на улицу по сердцу, бескорыстно, но некоторые несогласные присоединились к протестам в силу сугубо личных интересов. И складывается впечатление, что им все равно, что скандировать. Есть еще один известный видеофрагмент. Мужчина из Минска призывался на эти акции протеста. И давайте посмотрим, каков был способ таких призывов. Ко мне подошел человек лет 35-ти с рыжей бородой, рыжий сам. У него флаг был завернут, бело-красно-белый. Не знаю, там еще какие-то были люди сзади, с ним они были, нет. То есть начало собираться уже масса. Мы разговорились, то есть вот я ему рассказал, что освободился сюда-сюда. Он говорит, вот тебе надо как-то адаптироваться в новое общество, тебе надо помощь. Он говорит, человек 10-12 может соберешь, ну, чтобы приезжали сюда на площадь. Я говорю, так они приедут, они же просто так, говорю, ну не поедут. Он говорит, я вот тебе 60 рублей дам. Естественно, я ему говорю, ну да, соберу, я буду заинтересован, потому что, ну, как бы, ну, деньги нужны. Узнав только, что я освободился вчера, вот тебе 60 рублей, вот тебе толпа, бери-набирай, вот тебе будет водка, вот тебе будет все. Кажется, акции протестомерные, но люди, руководители, даже депутаты получают угрозы в телеграм-каналах, в мессенджерах. Как с точки зрения закона могут быть расценены подобные действия в социальных сетях? Ну, я сначала обращусь к сюжету. Хочу сказать, да, что сейчас, наверное, большинство людей у нас волнует рост курса доллара, чем, может быть, политические события. Каждый волен выбирать себе, как он будет зарабатывать. Но, опять же, возвратимся к закону о массовых мероприятиях. Закон прямо устанавливает запрет на привлечение к участию в массовых мероприятиях граждан за вознаграждение. Административная ответственность предусмотрена как за передачу денег, так и за, собственно говоря, и получение. Что касается угроз, я могу сказать, что еще далеко до 9 августа, то есть примерно за месяц, уже осуществлялись попытки информационного воздействия, оказания информационного воздействия на членов избирательных комиссий, на граждан, представителей органов власти, которые тем или иным образом участвовали в организации или проведении избирательной кампании. Я приведу пример. Вы выходите утром из подъезда, на подъезде листовка. Листовка, ну, я бы ее расценил или сравнил бы с теми листовками, которые расклеивали подпольщики в оккупированном фашистами Минске. От руки корявым почерком. Текст не приведу дословно, но скажу. Уважаемые жильцы, в вашем подъезде проживает Иванов Иван Иванович, который является председателем участковой избирательной комиссии такого-то участка. Предлагаем вам, вместо того, чтобы каждое утро говорить ему «Здравствуйте», вы должны его предупреждать об уволовной ответственности за фальсификацию выборов. Подпись «Свободная Беларусь». Ну, это явное нагнетание обстановки. Следующая ситуация. Канал «Одноклассники». Личная папка директора школы или заместителя директора школы. Она выкладывает свою фотографию, на которой ей вручают грамоту и дарит цветы на каком-то мероприятии. И сразу 10 строчек снизу, такая рассекая оскорбительного содержания. По всем указанным фактам проводится сейчас органами внутренних делопроверка с целью рассмотрения вопроса о привлечении пока не установленных лиц к ответственности за оскорбление или за клевету. Так вот, я хочу сказать, что вот эти названные мною примеры или указанные мною примеры, это можно расценить как безобидная шалость или какие-то проделки по сравнению с тем, что происходит у нас сейчас. Действительно, как вы говорите, массово поступают и сыплются в адрес, опять же, как я говорю, что лиц, которые имели какое-то отношение к проведению избирательной кампании, в отношении членов их семей. Правильно вы сказали уже в отношении представителей власти и действующих депутатов. Шесть уголовных дел в настоящее время возбуждено по таким фактам. По статье 366 Уголовного кодекса Республики Беларусь, которая предусматривает уголовную ответственность за насилие, либо угрозу применения насилия, за угрозу повреждения имуществом в отношении должностного лица, либо члена его семьи, в связи с исполнением последними служебных обязанностей, с целью воспрепятствовать этой деятельности, либо изменить характер этой деятельности, а равное измести за проделанную работу. Хочу сказать, что любое цивилизованное государство не оставляет такого рода факты безнаказанными. Александр Петрович, начался новый учебный год. Молодежь пошла в школы, кто-то пошел в вузы. Как сегодня быть, как вести работу родителям со своими детьми, чтобы избежать каких-то неприятных историй в адрес этих несовершеннолетних? Понимаете, Александр, я не психолог, но я хочу сказать, что протест, протестное отношение, протестное мнение, протестное настроение и протестное поведение – это, на мой взгляд, абсолютно нормальная, естественная часть, составляющая человеческой природы. Это абсолютно нормальная форма самовыражения или какой-то реакции на какие-то процессы, на какую-то ситуацию. Протест и градус протеста, уровень этого протеста, который зреет или имеет место быть в душе подростка, он явно, он априори всегда выше, чем у человека с определенным жизненным опытом. Потому что дети более эмоциональны, более чувствительны и восприимчивы. Именно так. Ну и вот мы приходим к тому, что в чем парадокс нашей нынешней ситуации. Все протестующие, ну и основная часть из них – это молодежь, конечно, они понимают или думают, что понимают, за что они, против чего они протестуют. Вот против чего-то плохого, как им это кажется. Но дальше, за что они протестуют, во имя чего они протестуют, с этим уже гораздо сложнее. Буквально две недели назад я слушал, ну это было не интервью, буквально минутное, минутная, скажем так, беседа с девушкой из Минска, участницей этих акций. Обаятельная, умная, интеллигентная, образованная. Она сказала фразу, которая, я думаю, что абсолютно сейчас вот она в строку ложится к нашей ситуации. Что говорит, честно говоря, мы устали. Вот я устала две недели просто ходить и хлопать, что-то скандировать. Ну, кричать вряд ли, мне кажется, что она его не крикнула. Но вот что впереди, говорит, я не вижу. Но я пребываю в глубоком убеждении, что главенствующая роль в воспитании принадлежит семье. Родители беспокоятся за детей. Ну, что тут? И в принципе этим все сказано. Так точно. Они должны беспокоиться, они обязаны беспокоиться. И обязаны думать и сами анализировать все те вещи, которые происходят сегодня в нашей жизни. Не знаю. Анализировать и должны беспокоиться не так, что вот они отправили из речицы ребенка в Гомель учиться в университете, а сами сидят на диване и где-то беспокоятся. Что это в любом случае должен быть диалог между родителями и детьми, и до детей, и до подростков, и до молодежи. Нужно доводить одно, что, собственно говоря, мы живем в правовом государстве, где верховенствует закон, и нарушать закон это неправильно, это незаконно, но это в конце концов наказуемо. Александр Петрович, я благодарю вас за конструктивный и содержательный разговор. Спасибо. Напомню, на вопросы в студии программы «Де-факто» отвечал начальник отдела по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов прокуратуры Гомельской области Александр Змушко. В отношении мужчины, который в Гомеле на площади Ленина подвесил и поднял на флагшток бело-красно-белое полотно, возбуждено уголовное дело. Сам обвиняемый признался, что рассчитывал максимум на штраф и не знал, что за такие действия по закону может грозить наказание вплоть до ограничения свободы. В общем, расследование ведется, но мужчина уже назвал свой поступок как минимум необдуманным, выражающим неуважение к чувствам окружающих. О некоторых фактах дела и значений бело-красно-белой символики далее в сюжете. Эта история произошла 16 августа. На акции протеста к флагштоку на площади Ленина подошло несколько человек. Один из них опустил государственный флаг, другой снял его и прикрепил к тросу бело-красно-белое полотно, а потом поднял на вершину флагштока. Инцидент, естественно, не остался незамеченным и попал в объективы многих очевидцев, которые снимали это на телефоны, а потом выкладывали в социальные сети. Смешно и весело было и самому придумщику такого неординарного решения. Правда, ровно до того момента, как объясниться попросили правоохранители. Откуда у вас бело-красно-белый флаг? Один мой. А чей? Это какой-то парень подходил, дал. Просто дал вам парень какой-то? Ну, его искали, чтобы он дал флаг, чтобы было парень здесь какой-то другой. И как-то из шалости это мне показалось, наверное, что это будет весело, прикольно. Статья 370 Уголовного кодекса. Надругательство над государственными символами. Здесь уже ничего прикольного. Санкция предусматривает штраф. Наказание исправительными работами сроком до двух лет. Арест или ограничение свободы сроком на один год. Да, я считаю, на самом деле, что это неправильно. Кому-то правится зелено-красный, кому-то бело-красно-белый. Это не значит, что надо снимать. Еще что-то я по правде считаю, что это было немножко по-детски. А про ничего я раскаиваюсь. Я мог затронуть чьи-то чувства, и это государственная символика. А ведь действительно, многим нравится бело-красно-белая символика. Люди находят сочетание цветов приемлемым. Создателем флага называют Клавдия Душ-Душевского, политического деятеля, писателя и архитектора. Он использовал исконно славянские цвета. Столетия назад участвовал в Белорусском национальном движении. В 1918-м человек с таким мировоззрением, конечно же, одобрил провозглашение Белорусской народной республики. Она была создана в условиях оккупации Белоруссии кайзеровскими войсками. Ну и за признанием лидеры БНР обратились к германскому императору Вильгельму. Ну и потом, когда Красная Армия освободила территорию Белоруссии, значит, Рада БНР вместе с флагом убыла, так сказать, за пределы. Они находились в Литве и Польше. Ну и, собственно говоря, в условиях, так сказать, нахождения за пределами, вот между красной и белыми полосами появилась небольшая черная линия, как бы, ну, такая траурная. То есть они сожалели о том, что покинули Родину и так далее. Во время Великой Отечественной войны на оккупированной фашистами территории «Бело-красно-белый флаг» начинает использоваться вспомогательными полицейскими отрядами. Белорусы, перешедшие на сторону солдат армии вермахта, ведут военную и карательную деятельность против своих, сдают информацию о местонахождении мирных жителей, участвуют в расстрелах, борются против партизан. Местные, так сказать, предатели тоже получили разрешение использовать символику белочевого на белый флаг для своих формирований. Некоторые на полицаи носили повязки соответствующие. Ну, а на территории области были разные подразделения, скажем, так называемая «Белая команда Буглая». Он дослужился там, получил офицерский чин и, в общем-то, совершал антипартизанское такое действие. Это одна из тактик тех формирований коллаборационистских, которые создавались в официальном Белоруссии. За время оккупации на территории нынешней Гомельской области было уничтожено и сожжено 1126 населенных пунктов. Только в областном центре фашисты ликвидировали более 135 тысяч человек мирного населения. А в окруженной лесом деревне Алла, где люди попытались скрыться на время зимних праздников, заживо за раз были убиты и преданы огню 1758 человек, из них 950 детей. И от всего этого полицаи не были в стороне. Они часто переодевались в красноармейцев, вернее, в партизан, приходили в населенные пункты, выявляли сочувствующих партизанам, а ночью приходили и вырезали целыми семьями. Пятно в истории народа, коллаборации. Конечно, по числу коллаборантов советская Белоруссия не являлась лидером среди стран СССР. Но бело-красно-белые флаги регулярно вывешивались около объектов, в которых велась пропаганда национализма, насквозь пропитанного фашистской идеологией. Использовались полотна при присяге Гитлеру, а также по другим торжественным случаям. Коллаборация взяла, возможно, что очень опорочила эти символы. Если, допустим, многие сегодня ссылаются, что и в других странах использовалось. Там Руа использовала, скажем, цвета. Там бело-красно-синие, которые сегодня присутствуют у наших соседей на государственном гербе. Но проблема-то в чем? Там воинские формирования Руа. Их только нашивки были. Если бы у нас ограничились повязками, но у нас в полном объеме, разразвернутыми знаменами, маршировали по Минску. Вот есть фотографии у дома правительства, когда, так сказать, эти формирования коллаборационистов маршируют и так далее. Вывешивать у себя дома или обматываться в полотна бело-красно-белой символики закон не запрещает. Но знать об исторических фактах использования этих цветов должен каждый белорус. Далее по эфиру рубрика «Я очевидец». Подборка мировых происшествий, которые попали в объективы камер мобильных репортеров и свидетелей чрезвычайных ситуаций. В аэропорту Нью-Йорка две девушки задержали рейс, начав выяснять между собой отношения. Что тут скажешь? Если леди чего-то не поделили, то схватка, скорее всего, будет не на жизнь, а на смерть. Вцепившись в волосы друг к другу, барышни не ослабили хватку даже после того, как к ним подбежал охранник. Только усилиями нескольких мужчин удалось разнять пассажирок. Забавный случай сняли работники наземного обслуживания взлетной полосы аэропорта «Борисполь». Пока самолет готовился ко взлету, одна из пассажирок открыла аварийный выход и пошла загорать на крыло. Стюардессам пришлось долго уговаривать женщину, чтобы та вернулась в салон самолета. А вот пассажиры высказали опасения по поводу того, не захочет ли пассажирка во время полета снова принять солнечные ванны. В итоге женщину сняли с рейса. Тоже «Борисполь». На этот раз похищение ребенка. Этот мужчина заманил в свой автомобиль четырехлетнюю девочку прямо на автозаправке, пока ее мама оплачивала бензин на кассе. К счастью, момент похищения попал на мобильную камеру очевидцев. Похитителя искала вся полиция Киева и Киевской области. В итоге через два часа с момента похищения преступник был найден. Его машину обнаружили возле аэропорта. Ребенка вернули родителям. Ведется следствие. В Малайзии жутко не повезло грабителю женских сумок на мотоцикле. Мужчина подрезал женщину-пешехода и попытался вырвать у нее дамскую сумочку. Но представительница прекрасного пола оказалась не из робкого десятка. Из-за того, что она так и не отпустила ридикюль, байкер потерял равновесие и выпал из мотоцикла. Быстро сориентировались прохожие. Несколько мужчин подбежали к грабителю и удержали его до приезда полиции. Лос-Анджелес, Калифорния. Водитель этого внедорожника явно перепутал педали газа и тормоза. Цена такой ошибки – разбитая витрина местного магазина. Повредил автолюбитель не только ее, но и оборудование внутри. В общем, повеселил толпу и попал на крупные деньги. Плохой день для рабочих из Вьетнама. Водитель этого самосвала так близко подъехал к пропасти, что это стало роковой ошибкой. Задние колеса большегруза просели, и машина скатилась в обрыв. К счастью, для водителя и его пассажира все закончилось относительно благополучно. У них несмертельные травмы, оба были госпитализированы. На сегодня все. Берегите себя. Увидимся.